Всероссийская перепись населения коснулась и бездомных. Здесь логично, вопросы о месте жительства не задают, зато спрашивают о финансах. Но те, понятно, поют романцы. А вот интеллектуальный багаж имеется. Еще язык какой-нибудь знаете, кроме русского? Ну, литовский, немного. Мы должны при опросе населения заполнять переписной лист формы П на помещение, в котором проживают граждане. Так как у бездомных нет постоянного места жительства, мы их переписываем, в данном случае, по адресу центра адаптации. Для них переписной лист формы П не заполняется. Работать в приюте для бомжей, говорят переписчики, все-таки приятнее, чем на свалках. А случаи, когда опрашивать бездомных приходилось там, бывали. Логичный вопрос – зачем? Мы узнаем о том, сколько таких граждан. Мы можем, соответственно, правительство наше может рассчитать нагрузку, сколько нужно центров адаптации, как им можно помочь, какие социальные программы нужны, если таких граждан у нас либо стало больше, либо, если меньше, то как-то оптимизировать эту работу. К слову, о переписи бездомных заговорили еще минувшим летом. Тогда власти страны поручили Минтруду и МВД разработать критерии, по которым россиян начнут относить к категории бомжей. А после поставить таких в очередь на получение социального жилья. Вот только верится в это слабо, поскольку дождаться его порой долгие годы не могут другие малообеспеченные, но не столь безответственные категории граждан. Анна Рошагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.